Здравствуйте, мои дорогие друзья! Выходит очередное мое видео про грандит раху и кету. И в этом видео я вам расскажу прогноз для восходящего близнецов, для восходящего рака и львов. Также вы можете просмотреть уже вышедшие видео про нагшатры, в которых будет находиться раху и в нагшатрах, в которых будет находиться кету. Также вы можете просмотреть видео анализ событий общего характера, когда была задействована ось Овен-Весы, что происходило в мировом масштабе. Также вы можете обратить внимание, что же было в то время, когда у вас была активирована эта ось. посмотреть, что там было, что происходило, какие могут развязаться такие кармические узлы, дать о себе знать прошлое ваше, что нужно, может быть, новое добавится, что, может, доработать надо. И есть видео для прогноза для стрельцов, овнов и тельцов. Для начала я вам представлюсь, меня зовут Елена Акунина, я ведущийский астролог, изучаю астрологию желтиш, психолог. Также в своем арсенале я использую арт-терапию, метафорические карты и номера. В конце вас ждет прекрасный подарок. Это одни из моих любимых метафорических карт, которые прекрасно себя зарекомендовали. И дождитесь, обязательно посмотрите до конца, такие ресурсные карты, послания от богинь для каждого восходящего знака. Ну, непосредственно мы переходим к анализу транзитов для восходящих знаков, трех знаков, которые я назвала. Прежде чем вы перейдете к прослушиванию, если вы не знаете, как посмотреть, не знаете по лидической системе свой восходящий знак, оно может быть отличаться. И вы можете просмотреть в любой из астрологических программ. Здесь у меня представлены на слайде о мастер-экспир и в виде хора, как они выглядят. Если у вас совпадают оси Овен-Весы, это значит возврат натальных узлов. Не обязательно, они могут стоять 1.7, в натальной карте могут быть другие позиции, но вы накладываете эту ось. Для вас просто нужно знать восходящий знак, вот здесь вот в первом ромбике, знать вашу циферку. Если вам цифру, вы можете написать комментарий, лично мне. Я вам помогу определить ваш восходящий знак. Просто ждете интерпретацию прогноза, толкование прогноза именно для вашего восходящего знака и смотреть, что же... Итак, мы переходим к оси Овен. Переходим на ось восходящего знака Близнецы, это 11.5. Что же нас Раху несет в 11 доме? Это кама, это наше желание, наше удовольствие, наше полное удовлетворение нашими желаниями, нашими амбициями. И Раху здесь расширяет возможности, расширяет наши амбиции, расширяет множество желаний. Нам захочется много желаний и попытаться их исполнить, чтобы получить огромнейшее удовольствие. Но напоминаю вас, что Раху такой пустой желудок, голова больше, желаний может много, и нет такого полного удовлетворения. Нам хочется что-то большего, достичь чего-то большего, глотать, и она все будет проваливаться, проваливаться, проваливаться и проваливаться. Важно в мелочах удовольствоваться и радоваться. И здесь 11 дом представляет таких вот влиятельных, старших, влиятельных людей, братьев, сестры, влиятельных, точнее братьев и сестры, старшие и влиятельные люди. Это не обязательно какие-то бизнес-партнеры, какие-то партнеры, это те люди, которые так или иначе каким-то образом влияют на ваше сознание, на ваш менталитет, на ваш ум, имеют такое какое-то влияние. Что здесь может быть? Какие-то подарки, премии. И также Рах может дать огромное стремление к исполнению желаний, какого-то социального статуса, какого-то расширению торговой сферы, материальной жизни, материального достатка. Здесь также может быть такая общественная сроковая спектра деятельности. Также могут быть какие-то, допустим, богатства неожиданных, ведь их какое-то большее богатство Раху может дать. Вот. Что же здесь может быть еще такого минуса? Так как 11 дом – это 6-6, здесь она означает какие-то выписки из больницы, болезни какие-то. Раху может немножко дать такой момент знать о себе. И так как Раху с водолея будет присматривать, Сатурн будет присматривать за Раху, и здесь могут быть такие проблемы, как колени, правая стопа, левая ладонь. Обращайте внимание на это. Где-то сустав может быть, смещение какое-то, будьте очень-очень аккуратны, не травмировать. Здесь колени могут, коленные чашечки, здесь может появиться какая-то сухость, не бойтесь, делайте промасливание, эфирное масло используйте. Вот. Здесь могут быть какая-то проблема с левой стороной, где ухо получается. Вот такую вот Раху может быть принести. Также здесь 12 дом от 12-го какие-то могут принести какие-то потери. Какие-то, допустим, потери, если вы ориентируетесь на каких-то спекуляциях. То здесь может Раху такую ввести в дебри, и вы можете потерять их достаточно очень много, и это будет очень-очень болезненно. Также страшно идти. Здесь может быть какой-то страх финансового достатка, страх идти в какой-то более высокий уровень. Здесь могут быть какие-то выборы, если вы куда-то баллотируетесь, куда-то идти. То есть вам будет достаточно страшно в это шагнуть дальше. Вот. Здесь повышение в должности мужа, может быть, или супруги. Здесь такой еще характер может дать Раху, да. Юпитер в вашем 10-м доме в рыбах перейдет вот в апреле, в ближайшее время. И здесь он даст такую благоприятную позицию, благословение. Он расширит сферу 10-го дома карьера. То есть какой-то статус у вас будет такой достаточно благоприятный для вас. И хоть Шатурн в 9-м доме, но он находится в своем знаке, достаточно сильном в своем положении. Он достаточно в хорошей взаимосвязи с учителем гуру. Если мы смотрим абстрактный дом гороскопа, это 9-й дом, дом удачи. И владеет этим домом, этим дворцом Юпитер. Он гуру богов. И каждая планета с уважением и почтением относится к гуру, к почтированному старцу. Поэтому столь нормально себя прекрасно чувствует в этом доме. Но Кету, Кету, перейдя в дом детей, в дом романтики, он уже обрежет это вам. Романтические отношения вы уйдете больше. И Кету уже здесь, перейдя в пятый дом, он немножко подрежет сферы пятого дома. Это романтические какие-то отношения, какие-то удовольствия. В гости, больше такие телесные, любовные какие-то отношения. Он немножко подрежет. И большая ориентация у вас будет на какие-то социальные сферы, на социальные желания, на собственные желания. И романтика уйдет на второй план. Будут знать о себе дети. Будете на эту сферу уделять детей меньше внимания. Поэтому осторожно будьте, если это у вас дети. Будьте осторожны, аккуратны, потому что будут провоцировать вас. Ну как провоцировать? То есть стараться обратить на себя внимание любыми способами. Какими-то истериками, какими-то болезнями. То есть постарайтесь не уходить в сферу собственных желаний, собственных амбиций, собственного роста. Но и присматривать, приглядывать, уделять время, хотя бы час супругу, супруге, детям. Да, то есть быть очень предельно внимательным. Также здесь может быть скеты такое, сужать сперы умственной какой-то деятельности, память. Но если, допустим, найти опоры какие-то, в виде духовных каких-то опор, понимания, законов, духовной дхармы, то что вы делаете, то это можно все, в принципе, сбалансировать. Здесь немножко проседает сфера акций каких-то, инвестиций, биржи, какие-то доходы могут немножко проседать. В сфере, по сферу пятого дома. Немножко такая, обрезайте немножко удачи, Кету и Сатурн в девятом доме. Такая, я бы сказала, удача придет, так сказать, после какого-то препятствия, какого-то проявления терпения. После вот этого, то есть быстро удача не придет. Достаточно нужно поработать кропотливо, чтобы удача была, можно было насладиться, насладиться полным моментом удачи. Вот. Такие вот. Что, на какие части тела нужно обратить внимание, поддерживать состояние. Это сердце, живот, печень, желчный пузик, селезенка и кишечник. Здесь могут быть травмы. Будьте осторожны, здесь могут быть операции. Но опять же, это все зависит от индивидуальных положений в вашей карте. Очень. Для общего такого транзита смотрите, когда Марс перейдет в Овен. Подписывайтесь на мой канал, в Телеграме, ВКонтакте, в Инстаграм. Подписывайтесь. Я выкладываю каждый день. У меня каждый день, каждый месяц я выкладываю, какой транзит, какой лунный день сегодня, что ей поберечь, тебе не стоит. Обращайте на это внимание. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе. Это вот такой вот ось для близнецов. Дальше. Что мы идем дальше? Идем, переходим к оси рак. И здесь задействована ось дом внутреннего счастья, движимой-недвижимой и сфера карьеры. Такая, знаете, десятый дом будет в кармическом сфере. Такая, очень такой кармический дом считается. И здесь, получается, у нас раку становится на ось карьеры. Будет раздувать по полной программе. Это десятый дом. И десятый дом здесь отвечает за тоже в некотором роде за такой немножко за славу, за немножко за амбиции. И симптомизирует такое достоинство, должность, какой-то статус, ран, успех, процветание, известность, заслуги. Здесь может выстрелить, если вы проанализируете, что было у вас в 2004, 2005, кусочек, 2003 года. Здесь могут быть выстрелить какие-то заслуги прошлого и последующих лет, которые вы делали. Здесь могут выстрелить какие-то ваши премии, да, какая-то в виде премии такой, да. Что такое, постоянная цель нужна, вот что важно в бизнесе, нужно расставить приобретение, приоритеты, да. Какие-то награды могут быть, уважение, почесть, славу здесь, власть. Здесь может очень хорошо это выстрелить. И почему выстрелить это может, если вы делали всё, выполняли всё, да, по Дхарме, когда у вас была ось, вот буквально совсем недавно, когда была ось Дхарма, Камма. Если бы вы выполняли свой долг, и здесь Юпитер стоит в доме удачи, в своём собственном доме, в своём собственном доме, в ваш доме удачи. Это прекрасное тоже положение в своём, в прекрасном положении он даёт удачи, и он будет аспектировать ваш первый дом, будет аспектировать третий дом, дом удачи. И вместе с Сатурном они будут аспектировать дом Дхармы, дом детей, пурвупуни, заслуги прошлых жизней. Это очень такое и кармическое, с одной стороны, ось включать. Всё зависит опять же от ваших мотальных положений, как экспозиторов, Раху, Кету, Марса, Венера, где сам Юпитер, где сам Сатурн стоит. Достаточно приносится удачи, то есть смотрите, очень важно вас может унести в карьеру, в развитие карьеры, в развитие роста, но может подрываться опор. Если бы вы не установили внутренние хорошие опоры, которые, вот те вот ниточки непоколебимости, когда любые обстоятельства, которые бы не произошли, они бы не подрывали ваши опоры. В любом состоянии, что бы ни случилось, вы стоите чётко и идёте по своим этапам, идёте по своим позициям, во что бы ты ни стал. Это не означает, что я иду по головам и наплевательски отношусь к чувствам в речи. Нет, это что бы ни случилось, мои опоры, мой стержень стоит твёрдо. Вот в таком ракурсе. Также здесь могут быть какие-то путешествия, переезды, могут быть переезды, могут быть по работе, какие-то нюансы, которые будут переезжать, такие короткие путешествия, короткие переезды. Вот, а может быть, наоборот, какой-то отход от каких-то дел и переорганизация в новое русло, либо это какое-то новое направление, либо переорганизация старого. Может быть, такой достаточно очень интересный у вас транзит, будьте готовы и такой удачный, я думаю, что такой благостный, удачный. Всё зависит, конечно, от вашего периода, который идёт сейчас, да, и не кету, да, или то есть периода натального положения. Что же кету ещё четвёртый дом, да, и здесь четвёртый дом – это мать, и для женщин это внутренняя мама, счастье собственное, наследственное, наследство, да, наследство тут Сатурн может включить, да, он у вас в восьмом дом переходит, и здесь вопросы наследственности могут стать. Наследование тому, ну, вот судебный час, тяжбы, опять же, нужно смотреть всё положение, а дробные карты, где-то индивидуальные, здесь могут быть какой-то тяжба такая, быть за наследство, либо просто войдёте в наследство полностью. Какие-то честность, искренность здесь акцентрировано, да, образование, но тут больше такая, кто-то рассматривает это университетское, кто-то рассматривает более такое школьное образование, да. Приобретение каких-то комфортных условий, да, приобретение чего-то для комфортного проживания, для своего удобства, такое благополучие, любовь здесь тоже здесь проигрывается, потому что четвёртый дом – это сосредоточение сердечной чакры. Место обитания, счастливы в этом месте, либо вы переедете в другое место, нужно посмотреть, будете ли вы там счастливы, внутри вас будет наполнено счастье или нет. Здесь могут быть какие-то просветления ложных каких-то, ложных утверждений, ложных каких-то моментов, вы проследите за этим. Какие-то, какие-то, такие могут быть секретные дела, да, и кету здесь может, как также и скрыть какое-то секретное, секретное дело, допустим, по отношению мамы какой-то. Может, откроется секрет, как будто, либо, если были напряжённые отношения, так и вскроется, как гнойник какое-то, да, это может быть полезненно очень такое, либо благоприятное, наоборот, у типа. Всё зависит от того, как вы отреагируете, насколько сильны ваши опоры, как вы отреагируете, что вы потом, после этого получите, как вы это трансформируете, да. Также это дом популярности. Кету здесь, конечно, немножко обрезает эту популярность, но, учитывая позицию Юпитера транзитного, Раку, наоборот, это более такое продуктивное, хорошее русло. Вот такое было достаточно интересное, я считаю, что благоприятное для Рака, Ось, Раку и Кету. Такие успехи в делах, успехи в работе, главное, опять же, не уходите в какие-то дебри, иллюзии, двойственности. Эпоха, хорошо, белое-чёрное, смотрите над этим, обстрегируйтесь, смотрите на картину в целом. Что же у нас для льва, какая позиция идёт этой оси для льва, это будет третий и девятый дом. Ну и мы непосредственно уже переходим к восходящему льву и смотрим позицию Ось 3.9, это третьего-девятого дома, наши собственные усилия и дом удачи. И здесь Раку переходит в девятый дом, в дом дачи, в дом гуру, в дом религии. И здесь Раку может быть дачмену религии, уход в какой-то... Это не обязательно, что вы уйдёте. Хорошо, в этом не деду, ничего страшного, если вы послушаете вне своей конфессии какой-то, допустим, даже не обязательно в религии уходить. Можно посмотреть, почитать традиции, традиции других стран, другой конфессии, да, просто образно, поверхностно. Либо здесь Раку спровоцируется, что уже пора, пора перейти и сменить какую-то религию. Вот, может быть где-то в путешествии, также здесь путешествия, переезды, какие-то короткие, связанные с образованием могут быть. И где-то в процессе путешествия вы изучите какое-то другое направление и можете уйти полностью в это направление. Это дом не только удачи, но и отца, учителя. Здесь важно найти правильного учителя и для ребёнка, и для себя. Если у вас маленький львёнок есть, и в этот период очень важно уделить внимание учителю, кто даёт знания вам или вашему ребёнку, если это маленький львёнок. И что здесь обозначает? Это дом дхармы, то, как я исполняю долг перед отцом, перед своим учителем, перед своим гуру. Мои моральные устои, как я выполняю, ответственно ли подхожу к этому, к моему добродетельности, к моей вере, к моей религиозному. Какому-то запалу, пылу, наставников здесь также. И это тоже дом ребёнка третьего дома. Если позиции благоволят рождению ребёнка, здесь могут быть зачатия рождения ребёнка третьего. Благотворительность здесь тоже рассматривается. У нас благотворительность и по двенадцатому дому тоже смотрится, но и по девятому дому. Процветание, достаток, какие-то подарки, паломничество. Очень благоприятно ездить в какие-то паломничества. Выбирать по своей конфессии. Если вы изучаете беды, вы можете поехать в Индию, посетить храмы. Если вы изучаете профессии, если вы изучаете свою религию, христианство, вы можете посетить какие-то святые места. Также это мусульманские, другое, любое, религии. Посетите святые места, поживите. Если есть такая возможность пожить в каких-то местах, это было бы намного, очень-очень благоприятно. Скажется нам ваш весь период транзита, полтора года. Здесь дом мудрости еще, дом какие-то, если вы изучаете право, здесь может быть какое-то обучение в области права, повышение квалификации. Какие-то исследования, какие-то изобретения, открытия, открытия какие-то могут быть. Но вам тоже желательно обращать внимание, так как Сатурн перейдет в ваш седьмой дом, то здесь дадут о себе знать ваши партнеры. Не только по браку, но и по бизнесу. Здесь они могут немножко такое, тяжелый будет такой достаточно процесс в плане партнерских отношений. Даже либо у вас будет, либо у партнера какие-то возникать проблемы, на что вы будете обращать внимание. То есть ваш взгляд будет направлен на партнерские отношения, то есть помощь партнера. То есть какие-то ситуации будут провоцироваться, где немножко будут препятствовать вашим дальнейшей деятельности, где нужно обратить внимание, помочь партнеру. Потому что Раху стоит в доме Дхармы, и Сатурн будет седьмого дома смотреть на дом удачи, обращать на это внимание. Потому что здесь тоже рассматривается только состояние супруга. Вот так. Обращайте внимание на отца. Что еще другие, какие представляются этим домом, показатели. Это сын, это третий ребенок, это младшие сородичи, если это в скорой карте, то младшие сородичи, жены. Дядя по матери здесь смотрится, в некотором астрологии немножко по другим домам смотрится, но здесь дядя по матери смотрится. Очень внимательно уделяйте внимание бедрам и бедренным артелям. Что же нам гету несет в третьем доме? Немножко здесь сужают небольшие препятствия в каких-то поездках, командировках. Здесь могут быть препятствия, либо какие-то такие судьбоносные встречи. Обращайте внимание, в поездке могут быть судьбоносные встречи. Это могут быть люди с прошлой жизни, какой-то учитель, наставник для вас может выйти. Здесь такая выдержка, смелость, упорство. Жизненной энергии будет не хватать, поэтому и нехорошо посещать какие-то полонничества, которые будут наполнять и будут ресурсные для вас. Поддержит эту жизненную энергию. Продолжительность жизни здесь тоже рассматривается, но это все зависит от нотальных полосеней карты, вашей даши. Здесь младшие братья и сестры, родственники, соседи. Здесь могут быть какие-то тоже кармические связи. Обращайте внимание на прошлые 18 лет, когда была активна эта ось. Что там было, что может спровоцировать эту ситуацию сейчас. То есть обратите внимание, доработайте, делайте, запилотайте дырочки, чтобы не было огромных проблем. Огромных проблем. Здесь немножко урежет желание учиться, желание что-то делать. Здесь больше идет такое продвижение в спокойном ритме, в обыденном ритме. Вот так. Толкать в какое-то большее ресурсное состояние, что-то делать, двигаться. Как у раков, там просто расширяется огромная сфера. Иди, 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 иди. Здесь немножко у вас будет спад и нежелание больше продвигаться, что-то делать. Какие-то внедрять какие-то новые идеи. Будет немножко либо энергии не хватать, либо сил. Но опять же, если у вас есть желание к этому стремиться, распределять и правильно энергии, распределять и правильно решение, чтобы вас не выбило. Здесь издательская деятельность, редакция, редакционная, литературная какая-то, поэзия, писательство, репортерство, какие-то вот что-то в этой сфере. Может быть интересно, да, идти, да. И дом тоже коротких каких-то путешествий по железной дороге, велосипедами. То есть любой вид транспорта можно использовать. Но опять же, будьте очень осторожны, когда вот бумажник будет зайдет в овна. Вот. Вот такая вот вроде бы коротенькая, но достаточно емкая информация была для львов. Так что восполняйте свои ресурсы, пополняйте знаниями, не торопитесь, идите в спокойном ритме. И непосредственно я перехожу в те сферы. Мой такой небольшой подарок для вас. Ресурсный. Я вас благодарю, что вы дослушали до конца. Я буду благодарна, если вы поделитесь с друзьями этим видео. Напишите в комментариях, а то как вам, насколько отозвалось это. Мне очень важно. Описывайте ваше состояние. Как вы прожили этот транзит или в конце, в середине. Для меня это огромный багаж знаний. Как мой прогноз действовал на вас, совпадало, чтобы немножко другого принеслось вас. Для меня это очень важно. Поэтому огромная благодарность вас, что вы слушаете, делитесь. Поставьте мне пальчик вверх, лайкайте. Мне будет очень-очень приятно. Я буду знать, что это достаточно продуктивная работа мне. Подписывайтесь на мои каналы. Они представлены на этом слайде и ниже под видео. Ну а сейчас я расскажу послание богине. Богиня Седна. Неограниченные поставки. Вы полностью обеспечены на сегодня и все последующие дни. Послание Седны. Запасов нашей изобильной Вселенной более чем достаточно для всех. Однако энергетический формат этой планеты основан на полярности. То есть он позволяет давать и получать. Ключ к изобилию заключается в том, чтобы сбалансировать эти два процесса. Если только давать, то со временем вы почувствуете себя опустошенным и обиженным. А если будете только получать, то перестанете наслаждаться тем, что имеете. Равновесие достигается, когда сначала отдаешь, не испытывая сомнений, страха, а затем получаешь с чувством радости и благодарности. Это очень напоминает процесс дыхания. Вдох и выдох одинаково важны. Старайтесь каждый день давать и получать. Вы никогда ни в чем не испытаете нужды. Вот такое интересное значение карта. Не беспокойтесь о будущем. У вас всегда будет достаточно еды. Ваши потребности всегда будут разваляться. Проводите больше времени в океане. Плавайте с дельфинами. Ну так как рак у нас водная стихия, поэтому вода вам пойдет на пользу. Более такая ресурсная. Если у вас еще на кшат, ракур, варшатка, то я вас поздравляю. У вас огромнейший ресурс – это водная стихия. Поэтому постарайтесь себя пугать на воде, возле водоемов, восполняться энергии, потому что у вас достаточно продуктивные полтора года. Что же? Послание у нас. Какое послание для близнецов? Я забыла близнецов. Послание для близнецов. Это богиня Астара. Плодородие. Сейчас идеальное время, чтобы начать проект и получить доступ к идеям и создать новые усилия. Весна – это время, когда в сознании и во всем теле возрастает количество света. Если темно, тяжело или безотрадно на душе, помните настроение с помощью позитивных намерений, питательной еды и всего, что способствует разжечь ваше чувство любви. Окружайте себя цветами, пополните яркими вещами гардиуроб и жилища. Раздвиньте шторы, чтобы впустить в должную ночь свет. Можно также нарисовать внутренне себе солнечную картину, которая породит новые возможности, подобные притягивать в подобную. Делая свой внутренний и внешний мир нарядными, почувствуйте прилив энергии и силы. Затем постарайтесь извлечь пользу из душевного подъема, начав новый проект, который действительно заставит сердце петь от радости. Вот такой вот интересный. И вот тоже остров Астара, плодородие. И здесь опять же, смотрите, беременность. Это какой-то пятый дом для близнецов. Здесь о творческом говорит. Но творчество кеты немножко, получается, входит в пятый дом у вас. И здесь творчество нужно направить на что-то благостное. Допустим, творчество, проекты будут тяжело идти. Но, допустим, если у вас есть дети, есть ученики, вы можете делать какие-то оригами, какую-то шить, резать. Это очень сбалансирует энергию тоже кеты. Кету, да, то есть, опять же, смотрите, это как плодородие. Дети, внимание уделяйте, если у вас есть дети, уделяйте им внимание. Потому что если будет недостаточно, уйдёте больше в работу, то так или иначе, какими-то истериками, болезнями будут брать внимание. Вы будете очень злиться по этому поводу, это будет вас очень сильно выбивать. Не достигните своих целей, не достигните тех желаний, которые вы хотите. Соблюдайте баланс. Ваша новая идея или рискованное начинание окажется успешным. Самое подходящее время для изменений в жизни. Вот такая вот интересная вам карта выборола, дорогие близнецы. Как она вам отвлекается? Пишите в комментариях, буду признательна, очень рада. Что же нам для львов? Какая выпала карта для львов? И здесь колдунья Рианон. Колдунья Рианон. Какое же она послание несёт вам, дорогие? Слание от богини Рианон. Значительную часть силы мне даёт общение с животными и природой. Если вы проводите слишком много времени в четырёх стенах, вам необходимо выбраться наружу, чтобы восстановить силы. Даже простая прогулка принесёт марк в пользу, потому что разбудит вашу спящую магическую духовную натуру. Позвольте свету солнца, луны и звёзд расшифрелить древнющие воспоминания прежних жизней. Вспомните времена расцвета, ваших магических способностей, а затем незамедлительно используйте их для блага всей планеты. Возобновите миссию сказаться, в которой вас вынудили злодеяния лидеров прежних времен. Поднимите своё духовное оружие, стремительно отправляйтесь в ночь, заставляя всех проснуться, чтобы взглянуть на магию самой жизни. Это миссия, которую необходимо выполнить, и вы тот человек, который нам в этом поможет. Вот такая вот богиня-колдунья, такой интересный кармический узел. Но опять же, всё зависит от вашего натальных положения карт, точнее планет в вашей карте. Такой интересный очень тоже, как-то вам выпало. Будьте уверены, что мечта сбудется. Такой дом удачи раху расширяет, да, примите однозначно решение, направляйте энергию на реализацию заветных желаний. Знайте, что вы заслуживаете только хорошего. Когда выигрываете, вы другие также выигрываете, сфокусируйтесь на желании и не бойтесь. Вот такое, когда вы выигрываете, и другие тоже выигрываете. Дон Дхарма, то, как вы ответственность взяли, да, вы не делитесь с кем-то или не делитесь. Вот такие вот послания для богинь. И следующий у меня будет прогноз для дед весов и скорпиона. Всем пока. Приятного просмотра. Удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok